Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сижу я в твиттере, никого не трогаю и вдруг вижу вот такой пост от Fidelity Digital Assets. Они объявили об участии на встрече MicroStrategy с Майклом Сейлором по поводу биткоина. Очень похоже на то, что банда снова вместе. Они хотят показать другим корпорациям, как именно нужно играть с биткоином и криптовалютным рынком. Это приводит нас к хорошему небольшому интервью с Кэти Вуд из ARK, в котором она достаточно позитивно говорит о том, что происходит на рынке биткоина, о новом управляющем комиссии по ценным бумагам и биржам США и, по ее мнению, о хороших новостях для биткоина. Итак, давайте начнем с Fidelity. Fidelity, если вы не знаете, это довольно большая организация. У них триллионы долларов в активах под управлением. Также у них есть собственный отдел цифровых активов. В этом твите они говорят, что очень рады принимать участие в презентации MicroStrategy, которая называется «Биткоин для корпораций». Я подумал, что это вообще такое? Здесь даже есть ссылка. Приглашение на эту презентацию выглядит приблизительно вот так, как вы сейчас видите. Данное превью находится на сайте MicroStrategy. Наверняка вы знакомы с этим лицом. Это Майкл Сейлор, генеральный директор MicroStrategy. В компании сейчас происходят очень интересные вещи. Но прежде чем я перейду к ним, я хотел бы вам показать небольшое видео, которое добавит смысла во все происходящее. Оно рассказывает нам о том, что происходит вообще и что должно случиться прямо сейчас с биткоином. Это Кэти Вуд, генеральный директор и основатель ARK. ARK – это традиционный фонд управления инвестициями, либо организация, у которой есть миллиарды долларов в активах под управлением. И они достаточно активны по отношению к биткоинам. Итак, в этом интервью она будет говорить о том, что происходит с биткоином. Как они были удивлены и как быстро ускорился и набрал темп весь криптовалютный рынок. Это будет в первой части ролика. Вторая же часть ролика содержит ее ценовой прогноз, который понравится буквально каждому биткоин-холдеру. Но все это приобретает абсолютно новый смысл, когда она будет говорить о волатильности биткоина. И о том, что нужно сделать финансовым учреждениям, чтобы быть уверенными, что биткоин не станет еще более волатильным. Вокруг этого момента, собственно, все и завязано. Давайте посмотрим. Мы не ожидали этого. Мы ожидали институциональный интерес, но мы не ожидали, что корпорации заменят деньги биткоином. Первыми были микростратеджи. Все их деньги сейчас в биткоине. По факту они сейчас делают все, чтобы купить еще больше биткоинов. Это технологическая компания. Я несколько насторожен, так как не знаю, что SEC будет с этим делать. Ведь это не является их базовой деятельностью. Square вложила 5% своих активов в биткоин. Также мы видим более зрелые компании, такие как PayPal, которые активируют возможность покупки и продажи биткоинов на своих платформах. То же самое сделал и Cash App. Если компании из S&P 500 переведут хотя бы 1% от своих денежных запасов в биткоин, это увеличит цену биткоина на 40 тысяч долларов. Сейчас он в районе 30, так что это даже более чем в 2 раза. Если мы увидим вложение 10%, то это добавит к цене 400 тысяч долларов. И как я сказал вам до этого, микростратеджи вложили вообще все свои деньги. Ребята, вот что мне нравится в микростратеджи. Они вложили вообще все свои деньги. И это небольшой, но очень хороший вклад. И хотя S&P 500 это индекс, который обозначает топ 500 компаний, по большей части он состоит из 4-5 крупных компаний, которые уже составляют 25% всего индекса. Это Microsoft, Apple, Google, Amazon и Facebook. Огромные тяжеловесы, если они переведут хотя бы 1% своих денег в биткоин, то это будет 25% от всего индекса S&P 500. Только представьте, как сильно это повлияет на цену биткоина. Как сказала Кэти, 10% поднимут цену на 400 тысяч долларов. И это имеет смысл, так как корпорации уже делают это. Но то, что она сказала дальше, раскроет, почему эти корпорации должны вкладывать такие огромные суммы в биткоин. Если наш анализ, как будут выглядеть компании после перехода в это пространство верен, а мы сделали его при помощи метода Монте-Карло, то институциональное вмешательство может увеличить цену биткоина на 200 тысяч долларов. Если они хотят минимизировать волатильность и на 500 тысяч долларов, если они хотят максимизировать свой коэффициент шарпа. Здесь она говорит о каких-то методах и коэффициентах, но нам это вообще не нужно. Что нужно знать нам? То, что им нужно вложить достаточное количество своих денег, чтобы биткоин вырос на 200 тысяч долларов, и его волатильность сократилась. И я думаю, что они были бы очень рады этому, точно так же, как их акционеры. А увеличение биткоина на 500 тысяч долларов принесет дополнительные преимущества. Прежде всего, это имеет смысл для того, почему они вообще должны вкладывать деньги в биткоин. Трейдеры любят волатильность, а большие корпорации инвестируют в биткоин, но говорят, мы не знаем, куда он пойдет, но он выглядит довольно позитивно. Если они могут снизить волатильность, просто вливая туда кучу денег, особенно свои казначейские накопления, которые сейчас просто сгорают из-за денежной печати и количественного смягчения, которое осуществляет правительство США, то почему бы им этого не сделать? А потом они могут стабилизировать биткоин на 200 тысячах долларов, прийти к равновесию и понимать, что теперь биткоин не будет так сильно колбасить во все стороны, а значит он станет менее рискованным. Для корпораций это выгодно, а вот для трейдеров, которые ищут волатильности, нет. Во всем этом есть смысл, но как сделать так, чтобы куча корпораций сделала это? Вам нужен кто-то, кто бы взял на себя роль первопроходца, за которым просто можно следовать и кто уже выполнил всю самую сложную работу. Вам не нужно делать ничего, просто послушать, что уже сделали, повторить за этим и все. Именно это и будет происходить на презентации биткоина от MicroStrategy 4 февраля 2021 года. Именно об этом я и написал в заголовке видео. Нужно просто дождаться 4 февраля, когда эта презентация и встреча пройдут. Это будет двухдневный ивент. В среду 3 февраля они начинают, там будет Майкл Сейлор, который приглашает все остальные корпорации. Я бы очень хотел там побывать, просто увидеть всех этих людей, директоров корпораций и так далее. Мне кажется, что это будет очень высококлассное событие. Возможно, там будет даже Илон Маск. Если мы перейдем на эту страницу, то увидим, что там будет происходить в первый день 3 февраля. Мы видим, что это будет фактически база для новичков. От истории биткоина до его макроэкономических показателей. Все присутствующие точно будут в курсе того, о чем здесь идет речь после этого дня. У них даже будет учебник по корпоративному биткоину. То есть по биткоину для корпорации, организации и финансовых институтов. Ребята, на самом деле на этой встрече будет не только Майкл Сейлор, здесь будут очень большие крупные игроки. Там будет и главный финансовый директор MicroStrategy, который расскажет, что нельзя делать все самостоятельно. И предоставит рекомендации по выбору продавца и его юридической экспертизы. Раскроет техники исполнения, расскажет про отношения с акционерами, долги и капитали. В общем, все, что нужно знать, чтобы не облажаться, когда начинаешь работать с биткоином. Когда ты большая, крупная финансовая организация. MicroStrategy говорят, мы уже сделали это. Сделали всю сложную работу, поняли и исправили все ошибки. Так что не нужно их повторять. Нужно просто сделать то, что мы говорим. И можно будет заработать кучу денег. Корпорации достаточно просто смогут загрузить свои денежные запасы в криптовалюту. А конкретно в биткоин после этой встречи. Давайте говорить откровенно. Здесь речь будет идти только о биткоине. Здесь будет очень много интересного. Люди будут слушать и учиться. Но самое крутое будет на второй день 4 февраля. 4 февраля в 12 часов дня. Именно в этот день будет рассказано, кто именно станет исполнителем всего плана. Кто будет принимать участие в этом. Здесь будет Binance, Coinbase со своим директором по институциональным продажам Брэдом Тэшполом. Кракен и его генеральный директор Джесси Пауэл. Робби Гатмен, основатель и генеральный директор NIDIG. Том Джессоп, президент Фиделити. Также будут презентации от генерального директора Генезис. От генерального директора Грейскейл Майкла Соненшайна. Будут Джемини и Galaxy Digital с самим Майком Новоградцем. А также генеральный директор Паксос Чарес Каскарилья. Так что это будет не просто милая беседа. Каждый крупный игрок будет там. Микростратеджи хотят, чтобы бизнес этих корпораций пошел за ними и делал именно то, о чем будет говорить Майкл Сейлор. Это прекрасный пример того, как они хотят институциализировать весь процесс на очень высоком уровне. Когда я смотрю на все происходящее, то понимаю, что 4 февраля будет очень важным днем. Нужно понимать, что некоторые корпорации и учреждения уже планировали это. Некоторые уже делают это, вкладываются в биткоин. Так что они уже готовы в некоторой степени. Но им нужен учебник, алгоритм. Им нужно что-то более безопасное, то, что есть у Майкла Сейлора. Некоторые из этих людей впервые столкнутся с этим. И они точно наломали бы дров, если бы действовали самостоятельно. Думаю ли я, что 5 февраля биткоин уже будет стоить 100 тысяч долларов? Нет. Но я верю, что именно в этот день все и начнется. Суть в том, что если вы директор крупной компании и находитесь там, в кругу всех остальных крупных директоров, у вас может проснуться чувство об упущенной выгоде. Ведь если вы не приложите свои руки к биткоину, то все остальные точно сделают это. Учитывая все вышесказанное, как же они хотят удостовериться, что цена останется низкой, чтобы не покупать дороже, чем они этого хотят. Например, MicroStrategy делает это, сотрудничая с Coinbase и совершая микротранзакции. Они берут временной отрезок в несколько недель и покупают буквально небольшие части биткоинов, 0,3, например. В одном месте, затем в другом месте, все это вне биржи. Это очень маленькие объемы в трехнедельном таймфрейме, за который они вливают в биткоин 425 миллионов долларов. На самом деле, только лишь Grayscale и PayPal, как вы помните, покупают все дневное предложение биткоина. А что будет, если они скажут, знаете что, а мы будем покупать намного больше. Например, X10 от дневного предложения. Вот здесь и начнется настоящая гонка. Так что, как только все эти корпорации включатся в дело, все станет намного, намного напряженнее. Будет очень интересно за этим наблюдать. Ну а если вы не хотите пропустить ничего интересного, обязательно подпишитесь на этот канал, если вы еще не подписаны. Нас уже почти 90 тысяч человек, и это очень-очень круто. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok